Вам машина не помешает? Нет, нет, путь! Проходите, присаживайтесь. Можно свет включу? Ребята, это Надежда и она сейчас нам расскажет историю о своих бабушек и дедушек, которых в тридцатые или там... В тридцать пятом их сюда выслали, а в тридцать седьмом году забрали, арестовали, в общем у отца, мать забрали отца и брата старшего, а у мамы отца забрали. И в тридцать восьмом их уже расстреляли. А по какой причине забрали? Враги народа. Какие причины? Ну все просто, то есть не нравятся власти. Откуда вы это знаете? Ну вот у меня дочь живет, она достала дела и добилась ей выделить дела на бабушку и дедушку, как репрессировали. То есть до этого вы не знали? Нет, мы знали, еще у нас младь, отец-то мой во втором году умер, и вот он рассказывал нам, и бабушка рассказывала со стороны мамы, что их забрали. Но только не знали, где они, что с ними случилось. Пропали. Пропали, забрали, увезли, ночью приезжали, забирали. Увезли и увезли, а куда увезли, что увезли, не знали. Бабушка все говорила, может вам когда-то будет известно, что это, ну расскажут, где они, что с ними случилось. И вот когда все это рассекретили, вот мы ездили два тому назад в Светловство, где их расстреляли, там 22 тысячи расстрелянных. Ну вот мемориальный комплект там, знаете. Дед-то у нас, он был как панацетон латыш. И вот, ну тут я даже вчера маленько так читала, что их в 35-м году, в мае месяце, их сюда привезли, вот тут у кедра там высадили. Здесь только жили 5 семей было всего в поселке, не было такого поселка. И они здесь вот привезли 58 или 56 семей. Вот они сразу начали строиться. И там ему, значит, вроде бы он как бы работал на латышскую разведку, шпионил типа. А когда их сюда привезли, больше двух километров они от поселка не могли выйти за пределы двух километров. И как он мог шпионить? А он был один из первых, кого сюда привезли или уже были здесь? Нет, вот до этого их было 5 семей было здесь. И эти были краснокамские. А наших-то уже привезли из Ленинградской области. С Ленинграда-то оттуда. Ну это я слышал, когда там подсоединяли там что-то в Финляндии, там Латвии, что-то вот было присоединение. И деду там написано, что якобы дед в каком-то там году, я могу вам дело показать, по его наводке, там эти белогвардейцев, он где-то какими-то лесами там провел, что он лесником был. И убили 18 красных комиссаров, этих командиров. А потом уже когда стали, вот уже после, когда уже расстреляли, все это рассекретили. И что там пишут, Маложанский район. Там Маложанского района как такого, говорит, не было. Был Маложанский сельский совет только, но района не было. И что никаких там красных не было, никаких белогвардейцев там не было, никто не было. Ну просто вот. Это сфабрикованное дело, придуманное. Да, да. Там показания подают, которые. А, там же еще свидетели должны быть. Да. Так свидетели уже из этих же жителей. Ну они там, как нам тут приезжали, рассказывали, что эти. Вот бабушки Ольги, а это вот деда. Я так маленько отложила, чтоб не все включило. Почитайте. Времен Карл во время гражданской войны активный участник боевых белых банд. По его доносу в 18 году были расстреляны 18 командиров Красной Армии на территории Маложанского района Ленинградской области. В период коллективизации вел активную агитацию против коллективизации деревни. Ну в общем вот. А потом уже там пишут, кто уже, вот все дети, кто его знали-то пишут, что он жил на хуторе, занимался своим хозяйством, нигде не участвовал в колхоз и один из первых вступил. Так а к их словам не прислушались? Так это уже потом уже стали, да, когда уже стали их вот реабилитировать. То есть была вот эта бумага, справка и все? Больше никаких доказательств? А вот сейчас найду, может быть, тут. Вот, например, выписка из протокола, допрос Абрамова, это тоже он здесь высланный же был. Кем были завербованы для шпионской работы в поле Латвии? Вот, Латвийский был завербован в 35-м году агентом той же разведки Фрейман Карл Францевичем. Так, а кто такой Фрейман? Это кулак-труш-поселенец, проживал на территории мыс и ныне арестован. И вот у них все вот эти вопросы, одни и те же вопросы, и одни и те же ответы. Вот слово все пишут. Вот Авакумов Николай, этот Николай, то же самое. Те же самые вопросы и те же... Ну, как это у нас приезжал тут вот с этого, с мемориала, с Перми. Он говорит, им вот вопрос задавали, они приготовили вот бумажку, приготовили, задали вопрос и уже отвечал. Он только всталя ей, распишись, распишись, распишись. И они расписывались. Ну, как не распишешься, расстреляешь, распишешься. Ну, якобы вот Фрейман собирал данные, передавал Вембергу, а Вемберг передавал уже в Латвию. А у Исаакова деда, вот второго нашего деда, там написано, что, значит, Фрейман передавал Вембергу, а Вемберг передавал уже не в Латвию, а в Эстонию. Вот такая ерунда. Был арестован по обвинению шпионской деятельности, но в 58-м году дело по его обвинению было прекращено за отсутствие состава преступления. И так же вот всех, вот тут и Валдин, и Фрейман, и второй Фрейман, и все. Ну, их уже не было в живых. Да, их уже всех, в 58-м, уже не было. Их расстреляли, вот их в 37-м забирали в декабре, в декабре, в основном, в декабре забирали, а до марта, в марте уже их всех расстреляли, в февраль, в марте уже расстреляли их всех там. Которые расстреляли, вот расстреливали, значит, его заставляли расстрелить, он расстреливает, а потом через какое-то время вот того, который расстреливали, его тоже расстреливали. В архивных органах сведений о принадлежности к латвийской разведке не обнаружено. Здесь тоже не обнаружено ничего. И дело-то прекратили уже, когда их расстреляли, а потом уже и прекратили. Ну а бабушка-то у нас все это дело, она все отрицает, что не была, не занималась, ничего. И все равно расстреляли. Смысл был один, чтобы расстрелять. Чтобы расстрелять. Так вот у нас приезжал с этого сперми-то там товарищ, и вот он рассказал, что говорит, ну он там где-то читал, что на мысль должны были переслать 256 семей. С данных случаях. А мыслали только 56 или 58. Именно семей, не человек, да? Семей, семьями, семьями. А семья все равно человек по 6, наверное, да? Ну вот у нас, например, вот у отца их было 3 брата, мать, отец 5, 5 их было. Вот у второго деда, тоже, значит, бабушка-дедушка и четверо детей. Вот здесь у Михайлова, ну у него тоже внучка сейчас еще здесь живет. У него тоже было 3 брата, 3 брата и сестра. Ну и муж, и это бабушка, и дедушка. Тоже деда-то забрали, бабушка осталась. И все вот, одни и те же вопросы, одни и те же ответы. И только подписи ставили, подписи расписался и все. А как вообще вы получили вот эти дела? Как получили, сначала батюшка привез, ну спросил у меня, можно я вашего деда Исакова? Ну, в общем, если документы привезу, ну а как, посмотреть. Я говорю, если вам дадут, то привезите. Он сначала привез вот это дело Исакова. Вот, а потом уже, когда приезжал вот этот товарищ с архива, мы у него спросили. Он говорит, можно. И они сначала, Наташа сходила, значит, там с твоей родной сестрой, ну просто попросили почитать, им дали там почитать. А они не сфотографировать, взять нельзя, не дают. Вот за каждый вот листочек вот такой, если заплатите 50 рублей. А у деда-то дело-то, вот сколько там, на 100 страницах. Ну вот, а Наташа говорит, почему, а как вы докажете, что вы родственница? Она говорит, я вам принесу свидетельство, как об браке и свидетельство о рождении. Она принесла свидетельство о рождении свое. Потом звонит, мам, мне нужно, говорит, твое свидетельство о рождении и свидетельство о браке. Что я была такая-то, вышла замуж, что вот такая. И она тоже свое. Потом, значит, она пошла с этими документами свидетельство о браке, свидетельство о рождении мое и ее. Опять, значит, а может быть Фрейман, может, это не он. Она говорит, ну какая знаменитая, это самая прямо распространенная фамилия. Это там Иванов, Петров, Сидоров, это тут полно таких. А то говорит, он один, Фрейман, вот одна фамилия в поселке, больше не было таких. Нет, все равно. У вас же нет свидетельства о рождении? Она написала в Ленинград туда. В общем, как. Сделала запрос в архив с деятельства рождения деда, отца, ну моего, как бы, отца. Ей оттуда, значит, переслали, что надо-то в Апсков. Там, это вот их не как бы район-то, вот, Новосельский был. Их перебрасывали то Псковская, то Ленинградская область, туда-сюда их. Вот. Что в Апсков надо обратиться. Она обратилась в Апсков. Там зашли, оттуда ей прислали свидетельство уже, ну она тут не привезла его. Все как нормальное свидетельство к его рождении. Что Фреймон Вадимир Карлович, отец Фреймон Карл и мать Фреймон Ольга. Ну вот, она опять туда пришла, она их там просто-напросто задолбала уже. И они тогда вот ей вот дали. Вот два дела дали. Бабушке дали и дали деда. А брата вот этого Апскара не дали. Она говорит, а почему не даете-то вот этот, ну он же тоже как бы, ну, дядя, ну, дядя, да, получается. А как вы можете доказать? Она говорит, так вот он пишет, вот Фреймон, например, да, Карл пишет, что мой сын Фреймон Оскар Карлович. Бабушка пишет, мой сын Фреймон Оскар Карлович. Нет и все. Нет. Не дали. Она говорит, ну все равно я говорит, еще год напишу, я все равно год дала, что буду писать, все равно я говорю, добьюсь, что пусть год дают. Страшное дело, узнать, что свои родственники когда-то давно были расстреляны, просто так. Вот у нас памятник тут поставили нынче, вот там списки этих репрессионных, это вот все вот это наши енградцы. Спасибо вам, Надежда, за историю, храни вас Бог. Здесь вот мы в воскресенье, вот троица была, приезжали эти, у меня дети приезжали, все племянники приезжали. У меня здесь еще две сестры живут, ну родные. У меня только было 20 человек, сколько, 5, 6 машин у меня только здесь стояло. Большие семьи. Большие семьи. У нас было 8, 5 сестер и 3 брата. Хорошо, вы хоть ищите друг друга, а то же некоторые там, да и ладно. Да, мы так-то как, вроде все знаем, общаемся со всеми. Но все равно дома когда-то встретиться надо. Конечно надо, жизнь идет, надо всем увидеться, поговорить. Ладно, поехали мы. Спасибо вам большое. Храни вас Бог. Может быть еще когда-нибудь заедем в ваши края, Надежда. Заезжайте, заезжайте. До свидания, пойдем мы. До свидания. Украина кошка.